Я хотел, может быть, первые полчаса посвятить такому введению довольно неформальному и попытаться объяснить, о чем, собственно, будет этот рассказ. Центральный сюжет – это ассоциаторы Дринфельда. Ну и прежде, чем говорить, что это такое, то есть сегодня я тоже дам формальное определение. Давайте я сперва скажу это очень неформально. Значит, ассоциаторы – это решение какого-то довольно сложного алгебраического уравнения, которое обычно пишется таким образом. В нем ассоциатор, который обозначается буквой ФИ, входит пять раз. Ну, типично пишут три раза в левой части, два раза в правой. И, значит, это уравнение Пентагона. Ну, мы увидим сегодня, как оно выглядит на самом деле. Ну, пока просто так для того, чтобы его каким-то способом ввести. Вот. И вместо того, чтобы сразу давать вам определение, может быть, ну, может быть, я скажу, для чего, собственно, эти объекты важны. Почему я так делаю? Ну, потому что вы увидите, определение довольно неприятное. То есть оно… И, в общем-то, не так плохо, чтобы вначале рассказали, для чего это нужно, чтобы потом все-таки не возникало такого подсознательного вопроса, зачем мы все это делаем. Вот. Давайте, значит, я расскажу, для чего они используются. Они неожиданно используются во многих областях математики. Вот. Ну, одна вещь – это теория узлов. И, ну, теория узлов – очень большая область. Но, в частности, там есть так называемые инварианты конечного типа. Вот. И ассоциаторы – это один из способов, как их понять. Значит, ну, теория узлов. То есть это какой-то раздел маломерной топологии. Но и, значит, тут будет длинный список. Ну, значит, следующий пункт в этом списке – это теория чисел. И в теории чисел есть так называемые… Я даже не знаю, как это по-русски называется, эти многократные значения. Ну, по-английски называется multiple zeta values. А по-русски я даже не знаю. Многократные. А? Многократные. Ну, вот, значит, многократные. Ну, тут даже, скорее, не функция, а значение. Но в любом случае. Вот. Это второй пункт. Может быть, третий пункт довольно обширный – это теория Ли. То есть всякие обобщения того, что происходит с алгебрами Ли. Ну, давайте, может быть, тут даже несколько есть пунктов. С одной стороны, это квантовые группы. Это та теория, где ассоциаторы впервые официально появились на сцене. То есть первая работа Дринфельда об ассоциаторах, она в теории квантовых групп. Хотя, как я понимаю, на самом деле, в теории чисел, наверное, это раньше, до какой-то степени это раньше уже все обсуждалось. Название этой работы об группе, связанной с группой Деникты Клюера, и кускалоски это. Конечно, конечно. То есть, на самом деле, идея была о том, что как-то внезапно начинают эти две теории друг с другом разговаривать. Ну, а другая вещь, может быть, более простые вещи, связанные с центром универсальной обертывающей алгебры. Может быть, я так скажу, если кто-то об этом знает. Теорема Дюфло о центре универсальной обертывающей алгебры. Значит, это, может быть, еще такое более простое применение в теории Ли. Ну и, наверное, еще один сюжет – это квантование скобок Пуассона. Сюжет, который вроде бы тоже не так уж связан со всеми остальными, но оказывается, что в нем ассоциаторы играют фундаментальную роль. То есть, ну, это, наверное, такой неполный, это тот список, который так как-то на виду. Ну, в общем, оказывается, что вот это вот уравнение, по которому, конечно, я вам пока совершенно не сказал, что это такое, вот это вот фи в кубе равно фи в квадрате, это, возможно, одно из главных математических уравнений, потому что оно, естественно, появляется в таком большом количестве сюжетов. Ну, вот это такие, может быть, первые слова о мотивации. Теперь все еще я вам не буду давать определения, а расскажу немножечко о, ну, для того, чтобы ввести план этих лекций, давайте я немножко расскажу о том, что примерно известно об этих ассоциаторах. То есть ассоциаторы – это решение какого-то алгебраического уравнения. И что же о них известно? Ну, одна вещь, которая о них известна, это то, что их очень много. То есть мы можем так думать о них как в каком-то наборе или пространстве ассоциаторов. Мы более точно немножко это обсудим через какое-то время. Вот. И, во-первых, на этом пространстве нам известны три точки. То есть известно три ассоциатора. Эти ассоциаторы, все эти три точки получаются с помощью очень специальных плоских связностей. То есть, ну, в этом заглавии лекции даже были ассоциаторы и плоские связности. Так вот, оказывается, что какие-то конкретные точки, какие-то конкретные решения этого уравнения можно получить с помощью плоских связностей. У этих плоских связностей есть специальные имена. Ну, вот давайте возьмем, скажем, эту точку номер один. Вот. И у нее есть имя – ассоциатор книжника Замолодчикова. И она получается из связанности книжника Замолодчикова. И, в свою очередь, эти конкретные связности, они, как интересное дело, связаны с какими-то физическими моделями. И вот связанность книжника Замолодчикова связана с моделью Веса Зумина-Виттона в двухмерной комформной теории поля. Ну, или, можно тоже сказать, она связана с моделью Черна-Саймонса в трехмерной топологической теории поля. Ну, на самом деле, тут я нарисовал три точки, но на самом деле, по большому счету, их две в каком-то смысле. Потому что вот это решение, фи Козе, это какая-то функция с комплексными коэффициентами. И вот эта вот еще одна точка – это такая же функция, но в которой взяли комплексно-сопряженные коэффициенты. Так что, на самом деле, это получается из той же самой теории. Вот. Есть еще одна точка, которая тоже известна в каком-то смысле явном виде. Давайте мы ее напишем. Фи. И она получается из такой связности Тарасяна, про которую я, может быть, завтра буду довольно много рассказывать. И эта связность Тарасяна тоже получается из какой-то физической модели. Эта модель называется двумерная модель БФ. И это топологическая теория поля. На самом деле, здесь уже, ну, мы про это еще поговорим, но на самом деле здесь уже есть какие-то нерешенные, не всюду понятные вопросы. Вот, например, связность Козет получается связана с двумерной теорией и с трехмерной теорией как-то естественным образом. И, наверное, вот эта конструкция тоже должна была быть двумерной и трехмерной. Но трехмерный ее партнер неизвестен. Ну, или мы не знаем, как это, в каким образом это сказать. Вот. Значит, ну, это одна сторона дела. То есть в этом наборе или в этом пространстве ассоциаторов известно, есть несколько точек, которые известны в ком-то смысле явно. Мы обсудим, в каком смысле, и посмотрим на эти формулы. Они не всегда такие приятные. Это еще ничего, а это довольно чудовищное. Но известна и другая вещь. На пространстве ассоциаторов... Ну, кстати, вот это пространство ассоциаторов, у него, может быть, такое обозначение иногда используется. На нем действует группа. Значит, это группа... Гротензик это Эйхмюллера. Вот. Ну, мы эту группу тоже увидим. Это довольно сложная какая-то группа. Она действует... Она действует свободно и транзитивно. То есть на самом деле более или менее пространство ассоциаторов – это копия этой группы. Ну, или, как говорят, торсор. То есть неизвестно, где единица. Но в остальном эта группа, она похожа на пространство ассоциаторов. Может быть, еще одна интересная вещь. На самом деле, про эту группу не так мало известно. То есть это очень интересный объект. И оказывается, что это, ну, как сказать, экспоненты. То есть это бесконечно мерный объект. Но она похожа на группу Ли. То есть у нее есть алгебра Ли, которая называется, обозначается такими же маленькими буквами – ЖРТ. И можно думать, грубо говоря, что вот это вот ЖРТ – это как группа Ли, ну, в бесконечно мерном смысле, которая отвечает какой-то алгебре Ли. Значит, это ЖРТ. Маленькая – это градуированная алгебра Ли. Ну, я не знаю, тут как. Все знают, что означает градуированная? Отлично. Значит, ну и про эту алгебру Ли тоже известно довольно много фактов. Кстати, я не знаю, если вот на этих нижних досках писать, там вообще как-то что-то видно или… Может быть, следует сказать, чем градуированная? Градуированная, да, хорошо. З этом. Ну, как оно обычно, ну, бывает, конечно, и по-другому. Вот, значит, что же про нее известно, про эту градуированную алгебру Ли? Вот, значит, может быть, я три таких факта скажу. Один из них будет понятный, два, может быть, менее понятные. С одной стороны, известно, что внутри нее, и это недавняя большая теорема Брауна, содержится свободная алгебра Ли с генераторами в степени 3, 5, 7 и так далее. То есть во всем… Франсиса. Значит, во всех нечетных степенях, начиная с тройки, есть по генератору, и, значит, мы берем свободную алгебру Ли, то есть нету никаких соотношений между ними, и вот есть такая подалгебра, которая содержится внутри жертвы. Да, это, значит… Вот, есть такое другое утверждение, что… Ну, вот я обещал, что оно будет менее понятным, но оно вот и есть менее понятное. Значит, ЖРТ содержится в другой градуированной алгебре Ли, которая называется ДМР. Вот, и эта ДМР, она получается из свойств вот этих самых многократных z-значений. То есть это какая-то алгебра Ли, которая сделана из материала теории чисел. Вот, это теорема, которую доказал Фурушу. И, наконец, есть еще одно не такое понятное утверждение. Значит, ну, это из… Из теории чисел. Вот, а другое тоже непонятное утверждение о том, что ЖРТ содержится в какой-то еще одной алгебре Ли. И эта алгебра Ли получается из теории Ли. То есть из вот этого… Из вот этой связи. То есть из разных кусков, из разных связей теории ассоциаторов почему-то строятся градуированные алгебры Ли. И между ними есть какие-то соотношения. То есть мы знаем, что вот эта ЖРТ, которая отвечает за ассоциаторы, она вкладывается в алгебры Ли, которые получаются из приложений. Есть… Ну что, как тут… Попробуем вот так. Есть такой… Из этого получается такой естественный набор гипотез, ну, по которой не очень понятно, насколько они сложные, что на самом деле все эти алгебры Ли равны друг другу. Значит, что вот эта вот алгебра Ли с генераторами сигма-3, сигма-5 и так далее, она равна, ну или изоморфно, ГРТ, изоморфно-ДМР и изоморфно-КВ. То есть… А какие первые значения, значит, ДМР… Значит, ДМР – это… из, как это, дабл-шафл, да, но по-французски, да, то есть, поскольку придумано во Франции, то, значит… А КВ означает Кашевара-Верн, это авторы каких-то применений в теории Ли и теореме Дюфло. Ну, а в существенном то, что… Да, да, да. Ну, это мы увидим в больших деталях. Ну, существенно важно для нас знать, что вот эти вот ДМР пришла из теории чисел, а КВ пришла из теории Ли. То есть это… Они как-то пришли из совершенно разных… У них очень разные определения. Может быть, мы КВ увидим, ДМР… Я не очень уверен, что я решусь, но возможно. И, ну, то есть, на самом деле эти гипотезы, они выглядят удивительно. Надо сказать, что, конечно, поскольку все это градуировано, то их можно проверять степень за степенью. И вот я думаю, что вот эти вот равенства проверены, во всяком случае, до степени 19. То есть там люди вложили в это много сил. Вот это вот проверено до степени 16. Надо сказать, что я сам занимался вот этой вот гипотезой. И вначале, когда мы начали подсчитывать вот эту самую КВ, то в ней первые степени равны нулю довольно далеко. Ну, далеко. До степени 7. Вот. И у меня уже была очень красивая наука развита о том, что на самом деле эта КВ, она просто тривиальная. И тогда какие-то из этого были бы замечательные последствия. Но, к счастью, мой соавтор, как раз Тарасян, он сказал, что нет, 7 – это очень маленькая степень, это очень маленькое число. Поэтому он там написал какое-то софтвэр для того, чтобы подсчитывать дальше. Ну вот, и до степени 16 досчитал. Но уже где-то в степени 10 стало ясно, что, конечно, эта гипотеза не выдерживает никакой критики, что она всюду будет ноль. Ну, и поэтому я к чему говорю? Что не так понятно, если 7 казалось сначала большим числом, а потом оказалось маленьким, то, может быть, 16 и 19, которые сейчас кажутся большими числами, кто знает, может, они тоже на самом деле маленькие. Это не так точно понятно. То есть они изоморфны, но со сдвигом на грунт? Нет, нет, они изоморфны без сдвига грунт. Вы скажете, что она сдвигляет? Да, 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 ну я немножко вас обманул. То есть я подсчитывал коммутатор от этой алгебры Ли. Не саму алгебру Ли, а ее коммутатор. Смотрите, если вы возьмете ее коммутант, то тогда первый генератор будет скобка сигма-3, сигма-5. И вот как раз вот эти нули, которые до этой скобки идут, вот их мы как раз и замечательно обнаружили. Да, 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 это свободное. То есть это как бы простой объект. То есть если бы найти, например, оценку, ну то есть если найти хорошую оценку для ряда Пуанкаре, либо для этой, либо для этой, это бы решило проблему. Но пока что вроде бы это не представляется возможным. Ну вот, ну то есть в принципе это какая-то большая, то есть она, это то, что я здесь написал, содержит много больших задач, вообще говоря. Но не так понятно. Хотя в последнее время эта область стала быстро двигаться, но насколько это там еще на год или на сто лет, не так ясно. То есть это какая-то большая вещь, вообще говоря. Значит, я несколько еще хотел сказать вещей до того, как закончить введение. Ну вот, ну вот здесь вот я уже упоминал, да, что два, у вас есть два фи, которые соответствуют каким-то физическим моделям. Поэтому есть такой тоже естественный вопрос. Может быть, вот эти все остальные фи, видите, ЖРТ это огромная группа, и там это маленькая ЖРТ, огромная алгебра ЛИ, там вон этих самых одних генераторов сколько. То есть это на самом деле большое множество какое-то. Вопрос, а остальные фи? Как насчет связи с физическими моделями? Это, значит, другие модели. Ну или, может быть, модификации той же самой модели? Не так понятно. В общем, на этот вопрос у меня нету как-то концептуального ответа. Хотя как-то это кажется странным, да? Что вот это за специальные точки? Почему там три точки в начале, когда еще была всего одна точка, но ее сопряженные, это как-то еще было ничего. Мало ли, может, одна специальная, но теперь, когда их уже две, это выглядит менее и менее убедительно. Это, значит, один такой вопрос. Другая вещь, которую я, может быть, хотел тоже сказать. Вот я написал вот это уравнение. Фи в кубе равно фи в квадрате. Но на самом деле есть и... У этого уравнения есть такой близкий родственник, который тоже играет роль... Во всей истории называется уравнение твиста. Оно выглядит примерно так. Тоже пока условно, но потом мы увидим, как это выглядит более детально. То есть фи строится из четырех копий какого-то другого объекта, который называется f. На самом деле, поскольку особенно в заглавии всей этой программы, в которой мы сейчас участвуем, есть кагомология, то, может быть, вот я хотел сказать, что на самом деле вот эти два уравнения, уравнение, что фи в кубе равно фи в квадрате, и уравнение, что фи равняется f в четвертое, это какие-то неабелевые варианты неабелевых кагомологий. В том смысле, что вот это уравнение говорит, что фи это производная, это результат действия дифференциала на f, а вот это вот уравнение, которое говорит, что фи замкнуто. Ну, то есть в таком тоже неабелевом варианте. То есть на самом деле, вот это вот элемент какой-то какой-то кагомологической, такой неабелевой кагомологической проблемы. Ну, и мы это в больших деталях увидим. Вот, это уравнение, то есть на самом деле, это уравнение говорит, что фи замкнуто, а это уравнение говорит, что фи точно. Вот, и на самом деле, вот это уравнение твиста, оно играет большую роль, особенно в применениях, в приложениях к теории Ли. Вот, это мы, может быть, тоже увидим. Теперь, буквально еще два слова, пока мы, перед тем, как мы сотрем все эти доски для введения. Значит, ну, вот тут вот было такое важное слово, что были плоские связности, да. Ну, вы, конечно, знаете, что какой одно из главных свойств плоской связности, что если вы возьмете стягиваемую кривую, то голономия вдоль этой стягиваемой кривой, она будет равна единице, да. То есть это, ну, это одно из, почему мы любим плоские связности. Так вот, одна из вещей, почему нам будут нужны плоские связности. Потому что мы сможем решать вот это уравнение, мы его хотим интерпретировать как, ну, если перенесем, скажем, правую часть в левую, мы хотим его интерпретировать как голономию вокруг какой-то кривой, и что, если наша связность плоская и кривая стягиваемая, то тогда мы, может быть, можем это уравнение доказать таким способом. Ну, или точно так же вот это вот уравнение твиста, точно так же его интерпретация будет связана с плоскими... будет связана с плоскими связностями. Сейчас еще какую-то одну вещь, мне кажется, я хотел сказать. Да, может быть, давайте я напишу где-нибудь план. Значит, будет... Три лекции, да? Сегодня, завтра и на следующей неделе. Давайте я напишу, что вы на них увидите. Значит, ну, первая лекция, я, наверное, расскажу про... Немного более формально про ассоциаторы и про вот эту группу жертвы. Надо сказать, что, как я уже предупреждал, и почему я тут вас так пытаюсь подразвлечь, ну, это не всегда такое легкое и приятное занятие. Там много чудес, но это очень такая алгебраическая деятельность. Ну, вы увидите сейчас. Во второй лекции, то есть завтра, я, наверное, буду рассказывать про плоские связности и модели. Значит, ну, вот эти модели Везумина Виттона и двумерная БФ. И в третьей лекции, если так смотреть будущее оптимистично, я, наверное, расскажу немножко о приложениях к теории Ли. Ну, поскольку я сам с этим работал, то мне, наверное... Будет проще это сделать. Вот такой примерно план. Ну, если у вас есть какие-нибудь вопросы или пожелания, то это может быть... Думаю, нет. Если вы настаиваете на таких откровенных ответах. Ну, посмотрим. Хорошо. Ладно. Ну, в любом случае, тогда нужно начать, если пытаться это дело реализовать. Давайте начнем про ассоциатора разговаривать. Значит, нам тут нужно несколько определений. И первое определение – это алгебра Ли, которая называется... Ну, в разных источниках она по-разному обозначается. Я ее обозначаю ТН, иногда ее обозначают АН. Да, тут я даже... Как это правильно пишется? Ну, вы меня поправите. Значит, алгебра Ли инфинитизимальных КОС. Не совсем вот с этими Е и И, как-то я теперь уже... Как вы одобряете? Да-да, ну... Я думаю, что молодежь должна лучше знать. Ну, как бы то ни было. Значит, здесь есть число Н, ТН, которое больше или равно двум. И, значит, это дело устроено так. ТН... Для начала мы берем свободную алгебру Ли, которую я обычно буду обозначать Ли. И здесь мы перечисляем генератора, как я уже это делал во введении. Значит, у нее будут генераторы с двумя индексами. И эти самые индексы И и Жи принимают значения от единицы до Н. Значит, будут и большое количество соотношений. Ну, во-первых, мы здесь ввели диагональные генераторы, но мы их сразу убьем, то есть не будет диагональных генераторов. Во-вторых, недиагональные генераторы не зависят от того, в каком порядке писать индексы. Значит, в-третьих, если у нас есть два генератора, такие, что вот эти вот четыре числа, ИЖ и КЛ, это четыре различных числа. То есть нету совпадающих индексов между ИЖ и КЛ. Ну, можно так написать. ИЖ. Пересечение КЛ пусто, то тогда мы объявляем такую скобку, равную нулю. И, наконец, есть, то есть эти все соотношения, они какие-то очень такие дешевые, да, то есть либо что-то с чем-то коммутирует, либо что-то равно нулю, что-то равно чему-то, да. И, наконец, единственное такое более-менее содержательное соотношение, это такое. ИЖ плюс ИЖ плюс ИЖ и К, скобка с ТЖК равна нулю. Значит, у нас теперь есть тройка, тройка различных индексов, ИЖ и К, да, три разные числа. И в этом случае вот такая вот сумма ИЖ плюс ИК, да, у которых есть вот эти вот два индекса, ее скобка с ТЖК равна нулю. Ну, может быть, это так, если вы никогда не видели это соотношение, это выглядит странно, но мы к этому привыкнем. То есть у нас будут разные интерпретации для этого соотношения. Значит, вот это важное соотношение. Если расписать сумму, конечно, да. А, улучшит ли это дело? Ну, можно попробовать. Боюсь, что здесь особо нет. Ну, то есть нам нужно с этим просто немножко поработать и привыкнуть к этому. Вы увидите, что это комбинации такие часто появляются, что это полезно. У этого тоже есть какая-то интерпретация. Ну, сейчас увидим. Значит, может быть, здесь имеет смысл ввести такое обозначение, которое тоже часто будет употребляться. Вот это вот сумма t, i, g плюс t, и k. Иногда обозначается так. t, i, g, k. Надо сказать тоже, что сегодня я буду использовать стандартный формализм, который не является уже очень приятным. Возможно, ну, не знаю, может быть, либо в конце этой лекции, либо завтра я покажу вам другой формализм с картинками. Ну, с картинками всегда лучше. Правда? Формализм с картинками, в нем как-то это все будет немножечко поживее. Это в каком смысле алгебра Дринфельде-Конс? Ну, вот сейчас это мы обсудим, да, конечно. Конечно, как бы. Как называется? Я не знаю, что это отношение к коз. Какое-то есть название японское, нет? А, алгебра Дринфельда-Кона, действительно, иногда называется. Или Кона-Дринфельда. Там все отношения такое-то есть. Ну, есть. Они выступают под разными именами. Я сейчас, может быть, покажу какие-то обозначения. Давайте я сперва, может быть, скажу чуть-чуть, как выглядят эти алгебры для маленьких n. Значит, для маленьких n. Ну, самое маленькое n равно 2. В этом случае легко проверить. У нас есть всего один генератор, да, поскольку мы же тут эти самые диагональные генераторы убили. 1, 2 равно 2, 1. Ну, и нету никаких соотношений. Поэтому t2 это просто абелева алгебра Ли с одним генератором. И здесь, наверное, вот до этого я как-то об этом умалчивал. Но, наверное, нам нужно выбрать поле, над которым мы работаем. И нам для всяких вещей нужно будет, чтобы характеристика была равна нулю. На практике эти поля бывают либо комплексные числа, либо вещественные, либо рациональные. Ну, то есть можно делать другие вещи, но это все-таки уже более экзотическая деятельность. Значит, что по поводу n равно 3. Тут, кстати, как у нас обстоит дело с упражнениями? Домашними заданиями. Домашними заданиями. Они же упражнения, они же домашние задания. Или вас уже тут совсем мучают ежедневно по... Я как-то не вижу энтузиазма. Ну, хорошо. Но значит, про Т3. Тут вот такое дело. Почему я заговорил об этих домашних заданиях, они же упражнения. Значит, в Т3 есть центральный элемент. И это просто сумма ее генераторов. Вот. Это, если вы хотите, можно это проверить. Вот. Это центральный элемент. Ну, раз это центральный элемент, то дальше все остальное идет как прямая сумма. И оказывается, что все остальное больше никаких соотношений нет. То есть дальше есть свободная алгебра Ли. у которой вы можете выбрать генераторы более-менее как вы хотите. То есть у вас всего три генератора, да? Сумма трех генераторов это центральный элемент. Поэтому вот в этой свободной алгебре Ли вы можете выбрать любые два из них. Например, Т1-2 и Т2-3. А можете выбрать Т1-2 и Т1-3. Вот. Дальше здесь между ними не будет никаких соотношений. Может быть... Тривиальное центральное расширение. Ну да, можно так сказать. Тривиальное центральное расширение свободной алгебры Ли. Есть центральный элемент, и соответствующее центральное расширение тривиальное. То есть если вы берете фактор, получается свободная алгебра, но свободная алгебра прямо вкладывается на подозреваю да вот я я думаю что вот наверно верно вот это оно и есть я но но про эти слова наверное нужно что я возьму в качестве домашнего мне тоже раз мы заговорили о домашних заданиях то хорошо я берусь качестве домашнего задания но алгебра кона дринфельда сколько и сколько я помню вот это т и она обычно называется начну может быть еще одну вещь n равное четырем ну и тут точно также будут дальше вести себя и все остальные значит ну когда у нас н равно четырем то индексы и и жи могут меняться от единицы до четверки но в частности конечно они могут меняться от единицы до тройки да как вы видите соотношение все написанные единообразно и поэтому внутри т4 есть под алгебра т3 да это значит под алгебрали и мы в ней разрешаем индексы меняться от единицы до тройки оказывается что мы можем выбрать дополнительный идеал ли к этой под алгебре и он например можно можно сказать что это свободная алгебра с генераторами 1424 и 34 в общем все генераторы которые в которых вовлечена которых вовлечена четверка на самом деле так будет и дальше всегда если мы вместо четверки напишем n здесь напишем n минус 1 и здесь вместо четверки тоже напишем n то это это утверждение будет всегда правдой то есть у вас есть меньшее подал под алгебра и есть идеал который является свободной алгеброй ли на самом деле ну здесь давайте может быть я скажу два слова почему эта штука это идеал да значит почему это собственно идеал ну что нужно увидеть для того чтобы понять что это идеал что скобка какого-то элемента отсюда со скобкой как с каким-то элементом отсюда она содержится снова в этом идеале давайте я вместо того чтобы это формально доказывать покажу пример ну представим себе что у нас мы взяли допустим т12 скажем а здесь взяли ну какой-нибудь элемент вот из этого нашего будущего идеала например т24 да вот и я должен вас убедить что эту скобка лежит внутри вот этой свободный а ну внутри вот этого идеала порожденного элементами 12 1424 34 ну что для этого нужно сделать для этого нужно использовать у нас есть более-менее единственное содержательное соотношение вот это вот да и вы как раз предлагали его расписать по частям вот давайте так и сделаем как вы предлагаете то есть я наше здесь что сделаю напишу 12 прибавлю 14 и вы что 14 вы видите да значит получилось 12 плюс 14 до такая комбинация ее скобка с 24 равна нулю а здесь осталось еще дополнительное слагаемое которое я добавил и это слагаемая эта скобка 1424 но 1424 они оба находятся вот в этом будущем идеале их скобка находится в будущем идеале начну вот в этом примере я показал каким образом это работает то есть на самом деле как только вы напишите какую-то скобку в которой хоть одна встретиться вот этого четверка после этого вы сможете все генераторы в которой четверки нету вообще все их таким способом сможете перья переаранжировать перелопатить так чтобы во всех во всех выражениях были были четверки так не здесь не прямая сумма потому что и обращаю внимание как раз ведь вот эта формула еще да наверное сейчас крупнее да ну и на самом деле полупрямая сумма означает да что вот это вот под алгебра должна действовать здесь а вот вот эта формула да она как раз например показывает как вот генератор t12 действует на элемент здесь т24 и получается вот такая скобка для либо не коммутирует либо не коммутирует ну если вот это вот да ну две образующие да да здесь совершенно верно две две образующие либо коммутирует либо порождают свободную алгебру ну не порождают номер три потому что для того чтобы вот этот центральный кусок породить нужно еще один генератор вообще говоря да две образующие либо коммутирует либо порождают свободную алгебру может быть еще одно замечание начну мы говорили уже о градуированных алгебрах ли так вот т.н. градуированная и ну для этого что нужно сказать нужно просто приписать какую-то степень генератором и посмотреть уважают ли соотношения эту степень ну например такой самый простой ход приписать степень один всем генератором t и g ну поскольку еди все соотношения полностью однородные да то есть здесь там степень 1 здесь степень 11 чтепени 1 здесь степень 2 здесь степень 2 все соотношения однородные, так что эта градуировка будет, это определяет градуировку на нашей алгебре ТН. Да, да, да. Значит, ну, одна вещь, которую я бы хотел вам показать, это такая, ну, может быть, одна из мотиваций, почему мы интересуемся этой алгеброй Ли, ну, или, можно так сказать, ее топологическая интерпретация. Значит, давайте я вам напомню, что такое группа чистых коз. Ну, или все это уже видели. Значит, ну, про группу коз, наверное, вы знаете, да, у нас есть н нити, и мы из них переплетаем какую-то такую косу, да, это пример косы, ну, по модулю того, что мы можем, конечно, двигать их как хотим, при этом концы закреплены, и они не могут проходить друг через друга. И в этой группе умножение это просто композиция коз, которые мы присоединяем одну к другой. Скажем, какую-то можем поставить сверху этой. Ну, это я так, условно говорю, это, наверное, все знают, да? Вот, ну, просто чтобы напомнить, чистые косы, это когда все струны возвращаются на свое место в конце пути, да? То есть вот, да, тут с рисунками, конечно, всегда дело непростое. А крашеные нужно говорить, да? Крашеные, наверное, да. Ну, хорошо. Извините. Чистые косы. Ну, не знаю, крашеные и чистые вообще-то не совсем одно и то же слово, да? Казалось бы. Но, да, значит, крашеных действительно. Вот, вот это вот тогда такая чистая или крашеная коса. Хорошо. Ну, чистая черта. Ага, хорошо. В общем, сложное дело, это филология. Никогда не знаешь, где споткнешься. Вот. У этой группы есть генераторы. Ну, есть и система образующих соотношений, но соотношения, может быть, мы сейчас не будем в деталях обсуждать, но вот есть такой набор генераторов, которые тоже параметризуются парами индексов от единицы до n. Вот. И, значит, здесь нужно как сделать? Нужно взять струнку с номером i и обойти все вплоть до струнки с номером j и потом вернуться с другой стороны. Значит, оказывается, что вот эта вот система, система генераторов, такие вот струнки, которые обходят вокруг, вокруг вот этой вот системы от i плюс 1 до j. Теперь тут есть такой алгебраический прием. Значит, это обозначение у этих крашеных коз P, B, N, ну, а P, конечно, из того, что они были чистыми исходно. Вот. Теперь есть такой прием. Если у нас есть поле характеристики 0, то мы можем ввести так называемое унипатентное пополнение этой группы. Ну, это такой формальный термин. А неформально это вот что просто означает. Мы разрешаем себе выгрифмировать образующие. То есть мы говорим, что образующие – это экспоненты каких-то элементов будущей алгебры Li. То есть мы хотим нашу группу интерпретировать как экспоненту от какой-то алгебры Li. Ну, конечно, тогда соотношения, которые я не написал, превратятся в какие-то достаточно сложные соотношения вот на эти вот логарифмы от x и j. Давайте я их обозначу маленькими x и j. Это вот будут образующие какой-то вот новой алгебры Li плюс… Плюс будут какие-то сложные соотношения. Ну, почему они сложные? Соотношения вот в этой группе крашеных кост типично – это будет произведение какого-то числа генераторов равно единице. Когда вы его прологарифмируете, то вы каждый раз должны будете использовать формулу Кэмбелла Хаусдорфа для того, чтобы превратить произведение экспонент в экспоненту от какого-то очень сложного выражения. То есть, вообще говоря, это будут какие-то довольно чудовищные соотношения. Так, неформально говоря. Вот. Теперь что же такое вот это вот алгебры… Или мы хотим добавить алгебры и умножить на основное поле? Да, на основное поле, конечно. То есть, мы разрешаем… После этого мы разрешаем любые элементы вида. То есть, вот это становится разрешенным элементом нашей группы, где альфа – любой элемент в основном поле. Вот. Значит, теперь, неформально говоря, Т и Ж – это некоторое приближение к вот этим самым Х и Ж, где мы в соотношениях выкинули все неоднородные члены. Вот, грубо говоря, вот эти вот соотношения, которые мы здесь написали, да, они пришли вот из этого логарифмирования крашеных коз. Только здесь, в правых частях, были, вообще говоря, какие-то чудовищные выражения, которые были, начинались со степени 3. Вот здесь вот была степень 2, а здесь было что-то просто ужасное, начинающее со степени 3. И точно так же здесь. Мы это просто выкинули. И вот получилась такая упрощенная… А нельзя ли подпрудить нашим артистам, чтобы получить… Чтобы убить себя в куских соотношениях? Ну, это мы сейчас обсудим. Совершенно верно. Это, конечно, очень правильная мысль, и, конечно, мы ее обсудим. Скажем, сфотографировали? О том, что нет ли связи какой-то между вот этой вот алгеброй с образующими Х и какими-то очень сложными соотношениями, и алгеброй с образующими Т. И, ну, все-таки, хорошо, они вначале казались неприятными, но все-таки простыми соотношениями. Однородные соотношения плюс… Плюс однородные соотношения. Может быть, один конкретный пример, как это все дело работает, ну, для того, чтобы… Конечно, это пока, да, звучит так все немножко мистически, но такой конкретный пример. Давайте мы выберем n, равное 3. И, значит, я скажу что-то про Т3, и я скажу, соответственно, что-то про ПБ3, да, два связанных факта. Про Т3, помните, у нас был такой центральный элемент. Да, но это домашнее задание проверить, что этот элемент центральный. Но в ПБ3 мы можем надеяться, что там, поскольку все-таки это какая-то топология, да, косы, что может быть в этом центральном… что здесь мы это можем как-то увидеть более наглядно. Вот. Ну, тут вот обычно в этом месте нужно снять ремень для того, чтобы демонстрировать, что происходит с косами. Значит, ну… Немножко опасался, что с микрофоном произойдет. Значит, ну, представьте себе, что вот у меня все струнки идут вдоль моего ремня, да. Теперь я могу сделать вот такую вещь. Я могу его два раза перекрутить, да. Это будет крашена чистая коса, да, то есть крашеная коса. Все струнки, если они идут вдоль ремня, они вернутся на свое место. Если вы немножко подумаете об этом, то вот такой вот твист, такой переворот два раза – это не только крашеная коса, но и центральный элемент. Потому что если вы возьмете композицию с любой косой, то вы можете ее через этот твист протащить наверх. То есть есть вот такой вот, значит, в PB3. Ну, а на самом деле в любом PBN, если вы такой твист можете делать с любым количеством струнок. Вот такой вот полный оборот – это центральный элемент. Ну и такое следующее упражнение. Вы можете попытаться просто вот от этого полного оборота написать его выражение в терминах образующих и взять логарифм. И увидеть, что в первом приближении это будет как раз вот эта штука. Ну, плюс какой-то ужас. Но поскольку в Т весь ужас всегда пропадает, такой принцип, то, значит, мы должны надеяться, что это центральный элемент. И это так и получается. То есть, в общем, в косах у нас больше топологии и больше интуиции. А вот здесь вот в этом самом Т оказываются более простыми все вычисления и все факты. Конечно, это очень правильный вопрос. Остается о том, какая же все-таки связь между… Ну, я сказал, что как-то ТН – это упрощенный вариант вот этих вот кос. Но есть ли какая-то более глубокая связь? И на самом деле это и есть один из взглядов на теорию ассоциаторов. Что теория ассоциаторов позволяет нам построить связь между сложными генераторами и сложными соотношениями, и простыми генераторами, и простыми соотношениями. При любом N есть центральный элемент такой. Ну и, соответственно, в алгебре ТН сумма генераторов всегда будет центральным элементом. Это общее свойство. Так, ну что, наверное, теперь мы можем попробовать дать определение ассоциаторов. Ну, со всеми предупреждениями, которые я уже говорил. Значит, что же такое ассоциаторы? Значит, ну, это объекты, которые принадлежат к свободной ассоциативной алгебре с двумя образующими. Ну, это на самом деле очень простой объект. Если вы легко принимаете разговоры про свободную алгебру ЛИ, то этот объект намного более простой. Это просто слова, построенные, линейные комбинации слов, построенные из букв X и Y. И умножение, это просто добавление слов друг к другу. И нет вообще никаких соотношений между... Что у нас две скобочки, значит, мы пополним? Да, а две скобочки, это означает, что вообще говоря, мы рассматриваем бесконечные ряды. Мы допускаем бесконечные ряды. Значит, это выполнение, и это у нас свободная ассоциативная алгебра с образующими X и Y. Ну, примеры элементов здесь. Например, вы можете взять экспонент у генератора X. Это бесконечный ряд, который состоит из очень простых слов. X, X, X. Но вообще говоря, можно X, Y, X, Y, X и так далее. Мы, в общем, много, может быть, будем еще обсуждать элементы такой алгебры. И, значит, FI это ассоциатор, если выполняются следующие требования. Значит, ну, первое требование... Давайте я его напишу и потом объясню. Значит, на самом деле, это векторное пространство, это не только алгебра, но и естественным образом Q-алгебра. Значит, на ней можно ввести вот такое вот стандартное Q-умножение. Просто каждый генератор превращается в сумму X на 1 и 1 на X. Значит, то же самое происходит с Y. Вот. И, опять же, я как-то не знаю, как это правильно сказать. Как это называется? Элемент группового типа. Элемент... Групповой элемент. Групповой элемент. О. То есть, FI это групповой элемент. На самом деле, это эквивалентно такому утверждению, что FI это экспонента от какого-то маленького FI, где маленькая FI это элемент свободной алгебры ЛИ с двумя образующими. То есть, мы берем какой-то ряд ЛИ, сумму, может быть, X, Y с какими-то коэффициентами, и потом скобка X, Y с какими-то коэффициентами, и потом дальше добавляем многократные скобки, и потом берем от всего этого формальный экспонент. И, конечно же, здесь мы считаем, что по определению скобка X, Y это X, Y минус Y, X. То есть, это просто ограничивает возможности выбора. Мы можем говорить вместо того, чтобы думать об элементе вот этой вот ассоциативной свободной алгебры, мы можем думать о вот этом элементе FI, который находится в свободной алгебре ЛИ. Однако технически, хотя здесь вроде бы мы исключаем одно из условий, технически это оказывается не очень удобным. Удобнее думать, тем не менее, хотя здесь вот есть эти дополнительные соотношения, удобнее думать о FI как об элементе свободной алгебры. Но мы потом обсудим разные интерпретации этого уравнения. Значит, это одно требование. Второе требование не очень жесткое. Значит, ну, может быть, прежде чем ее сформулировать, давайте я замечу, что вот эта вот свободная алгебра, она тоже градуированная. Градуированная снова просто количеством X и Y. Скажем, что у каждого генератора степень единица, и это даст нам градуировку на вот этой свободной алгебре. Значит, второе требование, которое мы накладываем, такое. Ну, поскольку FI это экспонент от чего-то, то в градуировке 0 у нас всегда будет, конечно, единица, да, автоматически. А вот в градуировке 1 мы потребуем, чтобы ничего не было. А в градуировке 2, поскольку это экспоненты от какого-то ряда Li, то мы можем получить что-то пропорциональное коммутатору скобки X и Y. И по историческим причинам требует, чтобы коэффициент здесь был 1,24. Ну, это мы тоже, может быть, впоследствии обсудим, почему ими этот. Вы можете, в принципе, потребовать любой другой ненулевой. Задачи, которые получаются, как результат, они эквивалентны. Ну, и в последующих градуировках мы не накладываем никаких требований. Вот это член градуировки 2. Значит, ну, пока что это все не очень серьезно. Но, наконец, главное уравнение, которое нужно наложить. Значит, это уравнение Пентагона. И оно выглядит так. Чтобы мне не запутаться в индексах, может быть, я его скопирую. Значит, я сперва его напишу, а потом объясню обозначение. Значит, это Φ1,2,3,4. Φ1,2,3,4. Φ2,3,4. Φ1,2,3,4. Φ1,2,3. Ну, и, конечно, я должен объяснить, что, собственно, все это значит. Вот. Значит, здесь обозначения такие. Во-первых, все это происходит в экспоненте от алгебры Лид Т4. Значит, ну, и, собственно, это и был главный повод, почему я ее до этого вводил, и почему мы ею занимались. Потому что я не знаю, как написать уравнение Пентагона, если я не знаю алгебру Т4. Обращаю ваше внимание, Т2 была просто тривиальная такая, одномерная абель в алгебре Ли. Т3 была в существенном свободной алгебре Ли. Так что не так уж требовалось ее вводить. А Т4, это был первый какой-то нетривиальный пример. И вот это он нам и нужен. Теперь, значит, давайте, что обозначают вот эти вот цифры, эти индексы. По определению φ1,2,3 это φ, в котором мы подставили, ну как, у φ есть два аргумента, да, x и y. И мы вместо x и y поставили Т1,2 и Т2,3. То есть логика простая. Первый индекс идет сюда, второй индекс идет сюда, и сюда, и третий индекс идет сюда. Ну, соответственно, теперь легко понять, что произойдет тоже. Сейчас, сейчас. Именно это я и хочу сказать. Значит, ну возьмем какую-нибудь вот более сложную, да, такую комбинацию, φ1,2,3,4, да. По определению это будет φ от Т1,2, Т2,3,4, где, вы правы, нужно объяснить, что означает вот эта комбинация. И как раз поэтому мы ввели до этого обозначение Т2,3,4, это Т2,3 плюс Т2,4. Значит, тут есть такой относительно простой факт. Вот эти все комбинации, которые здесь встречаются, да, будет много пар разных. Вот будет пять разных пар. Каждая из этих пар, она будет генерировать свободную алгебру Ли. Поэтому на самом деле соответствующий φ принимает значение в ее универсальное обертывающее, то есть в свободной алгебре с двумя образующими. И как раз у нас φ принимает значение в абстрактной свободной алгебре с двумя образующими. И просто, значит, нужно в каждом из этих выражений поставить вот эти вот конкретные образующие, которые мы туда выберем. Но, конечно, Т4 вся вместе, да, если мы говорим о всех вместе, в ней есть таки соотношения. Вот эти вот соотношения, которые мы видели. И благодаря этим соотношениям мы надеемся, что если мы правильно выберем φ, то это уравнение может выполняться. Если бы не было соотношений, то, конечно, не было бы никаких шансов, чтобы выполнялось это уравнение. Но мы должны подобрать вот эти φ, подобрать такие комбинации, значит, выбрать дальше все коэффициенты правильным способом, так, чтобы это уравнение выполнилось. Может быть, стоит в этом месте сказать, то есть я хотел сделать несколько комментариев. Один комментарий может быть такой. Давайте я вам покажу мнемоническое правило, которое позволяет находить правильные индексы в этом уравнении. Это мнемоническое правило на самом деле связано с другой областью применения Пентагона в квантовых группах существенным. Но, тем не менее, может быть, это окажется полезным. можно сказать, иллюстрация о том, как выглядит как выглядит вот это уравнение Пентагона. Давайте напишем друг за другом числа от единицы до четверки. И будем изучать расстановки скобок около этих чисел. Ну, вот, например, вот есть такая расстановка скобок. Если хотим, можем добавить, конечно, еще скобки вокруг всего вместе. Ну, можно так себе представлять. Если бы у нас была какая-то бинарная операция, которая не обязательно ассоциативная. Вот мы берем четыре элемента и собираемся применять к этим четырем элементам эту бинарную операцию. Так что вы в конце получите один элемент. И порядок их мы выбрали с самого начала. Один, два, три, четыре. Тогда, поскольку ассоциативность нам не обеспечена, то мы не знаем, может быть, вот, если умножить сперва один и два, потом результат с три, а потом результат с четыре, то получится, может быть, другая вещь по сравнению с тем, если мы это будем делать в другом порядке. Давайте попробуем переставлять скобки в этом выражении. Ну, вот, например, да, введем такую элементарную операцию смены порядки скобок. Вот здесь, вот, в этом тройном произведении я перенес скобки с один, два на два, три. Так что теперь я сперва применяю операцию к два, три, а потом только к единице. Оказывается, что мы можем построить замкнутый цикл из пяти таких перестановок скобок. Я его сейчас вам покажу. Если вы не видели, то это очень, конечно, красивая вещь. Теперь, что я сделаю? Я возьму и два, три, перенесу от единицы к четверке. Останется один, два, три, четыре. А теперь давайте вот эту тройку перенесу от двойки к четверке. Ну, на самом деле, видите, мне, может быть, не так и хотелось бы замкнутый цикл из пяти операций, потому что мое уравнение сейчас написано так, что справа три члена, а слева два. Поэтому давайте я лучше пойду в том же направлении и замкну цикл. Значит, здесь я наоборот перенесу тройку сперва к четверке. Получится один, два, три, четыре. Ну, и здесь я не знаю, нужно, наверное, нужно писать вокруг них скобку или нет. А теперь перенесу двойку от единицы к три-четыре. Получилось, что в таких переносах скобок элементарных я могу сделать три операции, а могу сделать две операции и приду к одной и той же расстановке скобок в конце. Ну, если мы чисто формально напишем на этих стрелках фи, у которых будут как раз три индекса в том месте, где мы переносим скобки, например, здесь мы перераспределяем один, два и три, а здесь мы перераспределяем один, два, три и четыре и так далее. То есть, если вы дополните всюду эти самые фи с соответствующими индексами, здесь, что же будет? Один, два, три, четыре, фи один, два, три, четыре, то, если я нигде не ошибся, когда писал уравнение, получится как раз композиция в том порядке, в каком нужно для моего уравнения. Ну, как я говорю, пока это просто мнемоническое правило, но у этого дела есть большой смысл. То есть, фи можно считать, что вот это вот уравнение на фи, оно мотивировано вот этой вот деятельностью по перестановке, по перестановке скобок. Ну, и, конечно, в будущем мы надеемся найти где-то какую-то кривую, какой-то цикл, вокруг которого плоская связность ноль, плоская связность даст нам галлономию единицы. Это тоже мы, конечно, надеемся. Сейчас, прости еще раз повторить, как я по стрелке, по стрелке. А, как я по стрелке. смотрите, в каждый раз, когда я меняю расстановку скобок, да, в этом участвуют три элемента. Вот, например, здесь, да, четыре вообще я не трогаю, а задействую только один, два и три. Ну, и я всюду переставляю здесь слева направо, поэтому, вообще говоря, нужно было бы еще иногда ставить обратные, если бы я переставлял справа налево. Ну, вот, я и пишу эти один, два и три на соответствующем элементе. Ну, и точно так же вы можете проверить это мнемоническое правило в других местах. Выйдет, все должно, ну, в идеале все должно сойтись, если я не сделал каких-то больших ошибок. Вот. Может быть, значит, еще одну вещь, которую я бы хотел, про которую я хотел бы рассказать. Значит, представим себе, что у нас есть решение вот этих вот условий. Пускай у нас есть ассоциатор. Как мы его, вообще говоря, можем использовать? Ну, я вам привел в начале лекции какой-то длинный список, да, как мы его вообще можем использовать, если много чего выучим. Но, как мы его можем использовать вот уже сейчас? Давайте посмотрим. Ну, можно даже сказать, что же теорема, да? Представим себе, что фи ассоциатор. Представим себе, что у нас есть решение вот этих вот всех условий. тогда, помните, у нас было вот это вот пополнение крашеных кос или там чистых кос. Ну, допустим, для простоты возьмем на трех струнках. На трех струнках. И здесь у нас были генераторы. Ну, мы можем взять большие иксы, например, там, х1,2, х1,3 и х2,3. Ну, можем взять их логарифмы, это уж как мы хотим теперь. Вот. А с другой стороны у нас есть вот такая группа, которая просто получается из экспонента от от Т3. В Т3 соотношение гораздо проще. Правда? Вот. Так вот, оказывается, что если у нас есть ассоциатор, то мы можем построить явный изоморфизм между ПБ3 и вот этой вот экспонентой от Т3. Давайте я просто покажу, как он выглядит, этот изоморфизм. Значит, он дается явными формулами. Ну, поскольку у нас здесь есть тоже, мы обсудили центральный элемент, то достаточно просто задать на двух из трех генераторов, что этот изоморфизм делает. Значит, х1,2 превратится в экспоненту от Т1,2 вопрос, что делать с х2,3. Помните, да, там вообще говоря, там есть какие-то неприятные соотношения и не очень понятно, как тут быть. Оказывается, что если у нас есть ассоциатор, который решает вот это сложное уравнение Пентагона, то просто если мы возьмем в наших обозначениях φ1,2,3 экспоненту от Т2,3 и сюда умножим на тот же самый ассоциатор в степени минус 1, то у нас получится явный изоморфизм между этими двумя группами. И на самом деле, может быть, это я тоже должен сказать, на самом деле такие же формулы есть для любого n. То есть тут я начинаю вас немножечко обманывать, но не очень сильно. То есть как только у вас есть ассоциатор, вы можете придумать явный изоморфизм, который дается просто явной формул, вот это вот пример этих формул для n равного 3, между вот этими чудовищными по всей видимости, которые мы даже не написали, поскольку испугались, соотношениями для х, и очень простыми соотношениями для Т. Так что вот да, какая-то подкрутка, и подкрутка как раз на ассоциатор позволяет распрямить эти соотношения для иксов. Обычно считается, то есть это, видимо, такая в каком-то смысле мастер-теорема, которая говорит, почему ассоциаторы важны в техническом плане. Можно тоже говорить такие слова, не так понятно, насколько они осмыслены, но тем не менее. Вот это вот алгебра Т соответствует такому как бы классическому миру. Если вы хотите что-то квантовать, например, то это обычно считается, что это классическая часть дела. А где у вас действует группа КОС, которая как-то меняет порядок факторов нетривиальным образом, это, можно так сказать, квантовый мир. Ну, конечно, это все такие слова немножечко, да? Так вот, вот эта вот самая, вот эта теорема вам говорит о том, что с помощью ассоциатора какой-то относительно нетривиальной формулы вы можете вот этот квантовый мир связать напрямую с классическим. Ну и по всей видимости большинство теорем квантования, они, наверное, во все-таки нетривиальных теорем квантования, где участвует ассоциатор, по всей видимости они происходят вот из этого соображения. Значит... Х1-3 написать, да? Х1-3, ну, поскольку там есть центральный элемент, то там может быть нету... Да, ну, можно для всех написать формулу, конечно. хорошо. Теперь, может быть, небольшую вещь, которую я хотел рассказать и показать вам для того, чтобы закончить лекцию. Помните, значит, у нас был еще один такой объект, группа Гротендика Тейхмюллера, да? И сейчас мы что сделаем? Для того, чтобы не переписывать много раз, мы трансформируем определение ассоциатора в определение элемента группы Гротендика Тейхмюллера. Ну, тут важное дело, мне кажется, прежде всего, нужно поменять обозначение, правда? Довольно глупо, если элемент группы Гротендика Тейхмюллера будет называться тоже буквой Фи. Назовем его буквой Ж. Так. Значит, здесь у нас тогда должно быть Ж в ЖРТ. Если. Ну, тут все по-простому. Соотношение остается тем же самым. здесь, да? А, да, еще одно Ж. Здесь затрудняюсь даже что написать. Не знаю, такая ма... Кси? Кси. Хорошо. Ну, не знаю, не знаю. Ну, хорошо. Да. Да. просто. Да, да, все-все то же самое. Синапси не очень хорошая буква, но, ладно, до завтра я подумаю, как тут быть. Вот. Да, значит, уравнение Пентагона точно такое же. и... Ай-ай-ай-ай. Неудачно, что я стер второе условие. Оно было такое. Для Фи это было единица плюс с каким-то коэффициентом, там, 1,24 коммутатор плюс что-то степени больше или равный трем. А здесь мы вот этот коэффициент, который был 1,24, мы его кладем равным нулю просто. То есть это просто более однородное определение того же плана. Значит, ну и теперь может быть нетривиальная теорема о... Да-да, сейчас-сейчас. Конечно. Это такая штука, которая... вот я там написал группа, но, в общем, не так-то пока понятна относительно какой групповой операции. Поэтому давайте я сформулирую вот такую теорему, в которой будет много разных утверждений объединено. Значит, ну первая вещь. Значит, ЖРТ это, ну вот такой набор элементов, да, так, такое множество это группа с вот таким вот умножением. Значит, пускай у меня есть два элемента, и, конечно, я их, вообще говоря, могу умножить как элементы вот этой вот ассоциативной алгебры, ну или как даже групповые элементы ассоциативной алгебры, но тогда, конечно, мало шансов, что вот это безумное уравнение Пентагона будет все так же выполняться. Но, оказывается, есть другое умножение. Знаете, чтобы не ошибиться, я как-то по-разному его, его по-разному немножко можно написать. Ну, давайте я напишу в таком виде G2 от X G1 Y G1 минус первый G1 Значит, я напоминаю эту функцию от двух переменных некоммутативных X и Y, да? И я в G2 делаю такую замену переменных с помощью G1, а после этого умножаю еще раз на G1. Ну, либо можете убедиться, что эту формулу можно вот так вот переписать. Можно написать наоборот слева G1, а потом G2 от G1 минус первый X G1, а потом здесь Y. Ну, тут такое дело с домашними заданиями, да? простое упражнение проверить, что это групповой закон, что проверить ассоциативность. Хотите подсказку? То есть никто не собирается делать упражнения, я так понял. А если люди даже не хотят подсказок? Да, да. Ну, подсказка, она тоже такая неплохая подсказка. Можно думать о вот этих вот, что вот эти вот элементы G, что вот эти функции, они задают такие автоморфизмы свободной алгебры Ли. Давайте мы G сопоставим вот такой вот элемент А, G, который отправляет X в X, а Y отправляет вот во что он там должен отправлять? G, Y, G-1. Это автоморфизм свободной алгебры Ли. Ну, теперь вы можете взять композицию двух таких автоморфизмов, и это индуцирует какое-то произведение новое на вот этих вот элементах G. Так вот, нужно проверить, что это ровно вот эта относительно безумная формула, которая получится. Давайте я закончу формулировку теоремы, и на этом мы на сегодня остановимся. Значит, G-RT это группа с умножением, которая дано вот этой формулой. 2 G-RT действует на ассоциаторах, и это действие, оно задается ровно той же самой формулой. Ай-яй-яй. То есть фи от х G-Y G-1 умножить на G. То есть формула та же самая, где я просто вместо G2 подставил фи. и это действие свободное и транзитивное. Так что на самом деле из любого ассоциатора вы можете получить любой другой при помощи вот такого вот действия. При помощи вот такого действия элемента G-RT. Ну, части этой теоремы, они, если вы уже знаете, что это действие, то эта часть не очень сложная. Транзитивность. может быть, я погорячился. Нет, окей, я может быть должен. Мне кажется, что обе, что эта часть не очень сложная. Транзитивность, типа формулы биографии. Да, да, то есть это не очень сложно. Но более-более-более сло... Не, ну, хорошо, можно, да, можно так сказать. То есть это, ну, более сложно, конечно, почему такая формула, почему в результате такой формулы будет сохраняться уравнение Пентагона. это... Да. Действительно. Вот. Ну, хорошо, значит, сегодня мы более-менее так вошли в курс дела по поводу ассоциаторов и ЖРТ. Завтра, может быть, мы немножко продолжим обсуждение ЖРТ, чуть-чуть больше, тоже посмотрим немножко на соответствующую алгебру ЛИ, а потом будем разбираться с плоскими связностями. Большое спасибо.